Друзья, всех приветствую на канале. Сегодня в Украине разгорелся скандал касательно того, что в телеграм-канале появился специальный бот, который предоставляет всем желающим информацию на более чем 26 миллионов украинцев. Это ваши паспорта, ваши фотографии, водительские права, ваше имущество, автомобили и, что самое интересное, пароли к социальным сетям. Мне показали не только паспортные данные, мои старые пароли, которые на момент проверки настоящие, данные с биометрических паспортов, фотографии и вишенка на торте, водительское удостоверение, о котором я даже не догадывался. Даже в ДИИ его еще не показывают, а в этой базе все есть. Вот так вот сейчас выглядит цифровое будущее. Фактически в этой базе есть полная информация на вас и любой желающий может получить недоступ. Изначально вообще все об этой истории я узнал из поста на фейсбуке депутата Александра Дубинского. Есть в нашей славной команде такой персонаж Миша Федоров, Минцифра и другая современная IT. Занял место Дубилета, известен всем нам по приложению Диев, в котором можно скачать электронную версию прав, паспорта и техпаспорта на авто. Так вот, этого Федорова нужно со скандалом выгнать в связи с тем, что все базы ДиИ уплыли в интернет. Вот три фото с моих водительских удостоверений, которые я получил через один из телеграм-ботов, подвязанных ДиЯ. Пять поисков бесплатно, а потом за деньги, продажа личных данных. Однако, спустя некоторое время Дубинский удалил это сообщение. Только что беседовал с министром в цифровой трансформации Федоровым, который в течение дня обещает предоставить информацию о том, как кто и сливает данные с госреестров. До момента получения этой информации посты о ДиИ удалены. Если информация Михаила окажется нерелевантной, либо не докажет обратного, вернемся к теме, написал Дубинский. Дело в том, что вот эта программа ДиИ позволяет вам на смартфоне сохранять, показывать электронную копию водительских прав, ваших паспортов, всех данных техпаспорта, чтобы не носить с собой пластик. У вас есть приложение. И это реализация Владимиром Зеленским, его предвыборного обещания государства в смартфоне, чтобы все было в цифровом виде и не нужно было носить с собой бумажные документы. И вот своим постом Дубинский фактически наехал на инициативу президента Зеленского. То есть подверг сомнению, что вот эта ДиИ вообще работает и более того сливаются данные в интернет. Спустя некоторое время МВД Украины выдало такое сообщение. В МВД говорят, что незаконно обнародованные персональные данные являются компиляцией информационных баз различных государственных ведомств и неправительственных организаций за разные годы и заявляют, что заблокировали ресурс, который их распространял. Не имеет отношения к началу работы государственного мобильного приложения ДиИ. Дубинский написал третий пост о том, что МВД молодец, все расследовало, все заблокировало и приложение ДиИ полностью безопасно. Задача, поставленная президентом Минцифри, МВД и СБУ из-за того, что в сети продаются данные из закрытых госреестров, выполнена. Бот, через которого продавались данные деактивированным силами Михаила Федорова. В МВД и СБУ возбудили уголовное дело по факту скрытия реестров. А всему народу сообщили, что приложение ДиИ безопасно. Итак, что же это было? Почему сначала Дубинский сделал вброс, который, естественно, сразу же спровоцировал панику у людей, а потом быстренько потер свои посты и уже как бы не имеет претензий к ИГИ, к Федорову, все нормализовалось. Что это было? И главный вопрос. Ну хорошо, вот МВД удалило этот телеграм-канал, но ведь базы в руках злоумышленников-то остались. Что мешает создать эти телеграм-каналы снова, снова и снова или продавать каким-то другим образом эти же данные в интернете? Ничего. Все личные данные на 26 миллионов или больше украинцев, все абсолютно, на данном месте находятся в руках злоумышленников. Они уже у них есть. И удалить их уже невозможно. Далее. Кто является главным администратором всех этих данных? Государство, а конкретно МВД Украины. Водительские права, ваши паспорта, миграционные службы подчиняются МВД. Вся ваша информация была в МВД, а теперь она непонятно у кого. То есть из МВД произошла утечка. Кто за это будет отвечать? Кто будет отвечать за то, что из МВД Украины непонятным людям передали данные практически на все население Украины? Полностью и паспорта, фотографии, данные ваших идентификационных кодов, автомобили, имущества, пароли. Кто за это будет отвечать? Что интересно, в этом телеграм-канале с базой на украинцев рекламировался другой телеграм-канал под названием «Тайный депутат». Авторитетный канал «Тайный депутат» предоставил данные ТОП чиновников Зеленский, Аваков, Дубинский, Венедиктова, «Слуги народа» и их актуальные контакты теперь доступны в нашем сервисе. Подписывайтесь на «Тайный депутат», будь на связи с министрами и слугами. Автор канала подготовит ТОП «Тысяча контактов», которые постоянно обновляются у нас. Готовим для вас фото-базу ТОП чиновников, авторитетов, богатых людей, слуг народа. Не переключайтесь, мама любит скорость. Вот этот телеграм-канал «Тайный депутат» опубликует номера телефонов политиков и журналистов, видимо, взятых именно вот с этой же базы, из которой и публиковались данные на украинцев. Забавно, что канал «Тайный депутат» озабочен тем фактом, что в Одессе блокировали автопробег партии «Шария». Наш канал присоединяется и готов поддержать инициативу Анатолия Шария, Александра Дубинского. Телеграм-канал «Легитимный», телеграм-канал «Резидент» для возврата в реальность мэра Одессы, пишет этот канал «Тайный депутат». Сам Дубинский на своем телеграм-канале пишет «Поддержу Шария по Одессе». Канал Андрея Портнова репостит публикации «Тайный депутат» с номерами телефонов журналистов «Радио Свобода», «Следство.Инфо» и «Бигуса», обвиняя их в работе на «Сороса». Аналогично делает и канал Дубинского, репостит телефоны журналистов с канала «Тайный депутат». Итак, что мы имеем по итогу? Мы имеем телеграм-канал «Украинская база», которая распространяет информацию на украинцев, вся полностью данная, которая рекламирует и предлагает подписываться на канал «Тайный депутат», который по сути занимается тем же, но только лишь публикует номера телефонов, очевидно взятых, собственно, из этой же базы. Канал «Тайный депутат», который рекламирует этот канал с базами, защищает и выступает за то, чтобы защитить партию «Шария». В это же самое время Александр Дубинский репостит с канала «Тайный депутат» информацию о, собственно, журналистов номера телефонов, что за самое и делает Андрей Портнов. Репостит, собственно, эту всю информацию с канала «Тайный депутат». Сам Дубинский защищает «Шария», а Андрей Портнов защищает «Шария». Что объединяет, собственно, «Шария», Портнова и Дубинского? Они находятся в одном политическом союзе, они одна политическая команда, и, собственно, они даже хотят там вступать чуть ли не в одну партию. Что объединяет Александра Дубинского, «Шария» и «Портнова?» Их объединяет Арсен Аваков, которого они не критикуют, вы знаете. Они, собственно, к нему стараются так сплотиться вокруг него, и фактически Арсен Аваков является старшим в этой группе «Портнова», «Шария» и «Дубинского». Кто является Арсен Аваков? Арсен Аваков является главой МВД Украины. Кто является источником слива информации на украинцев? МВД Украины. Что вам еще надо? Так что же это было? Самая первая публикация Дубинского, которую он удалил, что в сливе информации виновата приложение «Дия». Я подозреваю, что таким образом Александр Дубинский пытался перевести стрелки. То есть, если бы изначально просто возник вопрос, что есть телеграм-канал, там сливается информация, и люди бы, естественно, сразу же задали вопрос, а кто в этом виноват? МВД Украины, потому что вы сохраните эти базы. Но Дубинский делает вброс, что, мол, смотрите, это «Дия», это все виноват «Сорос», это «Сорос» там что-то сливает. И людей, получается, в замешательстве. А кто виноват? Кто сделал? Что сделал? Потом Дубинский это все вытирает, типа, я этого не делал. И уже, типа, вот знаете, там Аваков потер эту базу, значит, Аваков уже выставляется в информационном плане, что это молодец, что он государственник, что он, знаете, поборол телеграм-канал, что он восстановил справедливость украинцев безопасности. И что мы имеем по итогу? Мы имеем по итогу слитые базы, данные уже в руках злоумышленников, понимаете? И Аваков, типа, тут ни при чем. Аваков молодец. И все довольны, все счастливы. То есть я подозреваю, что таким образом Дубинский вот этим наездом на Дию пытался увести внимание общественности и просто перевести стрелки. Безусловно, нужно провести расследование этого приложения Дия. Потому что все вот эти приложения и Дии, и ШМИ, которые аккумулируют базы, данные, что-то получают доступ, естественно, это потенциальная угроза, чтобы этими данными завладели злоумышленники. Так или иначе, на данный момент ваши пароли, ваши фотографии, ваши документы в руках злоумышленников. Потому, обладая этой информацией, в принципе, они могут получить данные к вашим социальным сетям, даже если уже пароль обновлен. Они, например, могут получить доступ к вашей электронной почте, а потом направить, собственно, с запросом на ВКонтакте, на Фейсбук, на Ютуб с целью предоставления запасного пароля. Они говорят, а вы ли это не вы, они вам бах и копию документа, копию паспорта, копию водительских прав показывают. Ну вот, собственно, что это вы. И злоумышленнику присылается на почту новый пароль, и он заходит в вашу социальную сеть. Потому обязательно пытайтесь изменить почты сейчас, пароли, и делайте двойную аутентификацию. Когда для того, чтобы зайти в приложение, обязательно нужно, чтобы пришла ссылка на телефонный номер, смс-ка с кодом подтверждения, или есть такое специальное приложение, аутентификатор, в приложении, когда, собственно, вам приходит код подтверждения именно на ваш телефон, собственно, на ваш смартфон. Чтобы не было доступа только лишь по паролю. Пытайтесь максимально себя защитить. Но так или иначе, многие миллионы украинцев даже об этом и занять не будут, что произошла утечка. И я уверен, что многие аккаунты будут взломаны, и многие, собственно, люди пострадают. И информация, и, собственно, имущество, уж понимаете, к чему это может привести. И главный виновник всего этого, это МВД Украины, который возглавляет Арсен Аваков. Но, как обычно в Украине произошло, все виноваты, Арсен Аваков у нас хороший. Наездов на Арсена Авакова вы, собственно, вот не увидите, потому что, типа, он тут ни при чем. Ну, по мнению, собственно, этих депутатов Дубинских и остальных. Ну, а гражданам Украины что могу сказать? Ну, в принципе, а что еще можно ожидать от того, когда криминал руководит государством, когда бандиты, уголовники руководят? Я хочу напомнить вам, что во времена Евромайдана в Украине, это 13-14 год, зима, в интернете были слиты списки номеров автомобилей и адреса людей, которые ходили на акции протеста против МВД, против Януковича. А потом, впоследствии, адресно, четко эти машины сжигались под подъездами этих людей. Вопрос, кто слил эти данные в интернет? Я хочу напомнить, что тогда заместителем администрации президента Украины Януковича был Андрей Портнов. Он был у власти. И Андрей Портнов у нас главный борец с Майданом, с протестующими. Он защищает судей, которые тогда лишали прав, незаконно по спальсифицированным протоколам ГАИ участников автопробегов. И, собственно, когда выливались при Портнове данные в интернет и сжигались автомобили, я не видел никакой тревоги по этому поводу со стороны украинского правительства Януковича и Портнова конкретно. Так вот, это сейчас повторяется вся та же самая история. Опять на неугодных, ну, тут уже на всех украинцев, ну, в частности, на журналистов, да, вот сливают телефоны, конфиденциальную информацию, и она распространяется теми же самыми людьми. И вы посмотрите, что Арсен Аваков на это будет закрывать глаза. Типа они телеграм-канал удалили, ну, а данные-то остались. Ну, вот что я могу сказать. Президент Зеленский назвал Авакова самым эффективным министром. Зеленский назвал Авакова самым эффективным министром.